Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Рад приветствовать вас на телеканале Югра! Продолжаем следить за ходом чемпионата России по тяжелой атлетике здесь, в Ханты-Мансийске. Я вам напомню, больше 200 спортсменов, 57 регионов страны. День сегодня пятый, у нас три весовых категории, женщины 87+, две категории мужских 89 и 96 килограмм. В этих весовых категориях выступают наши ребята из Сургутского района. Я вам предлагаю сегодня болеть за наших. Первая на сегодня весовая категория, 87 килограмм, 5 тяжелоатлетов поднимутся на эту сцену. Это будут девушки, я уверен, что баталии развернутся нешуточные. Борьба за медаль начнется со стартового веса в 125 килограмм в упражнении толчок. Завершилась последняя для женщин весовая категория на чемпионате России по тяжелой атлетике 87+. Чемпионка в этой весовой категории подняла на 15 килограмм больше своих оппонентов. По сумме двух упражнений у нее получилось 230 килограмм. По словам Таисии Чижиковой, это было легко. Что задумали и подняли, но были другие планы. Ну, как как тут нету борьбы такой, подняла, что подняла, как говорится. Как пришла в спорт, мы гуляли с девочками у нас в зиме в Иркутской области и зашли посмотреть, что там такое вообще. Ну, зашли, посмотрели, на следующий день пошли тренироваться. И так потихоньку, потихоньку началось. Наверное, можно смело утверждать, что тяжелая атлетика не самый динамичный вид спорта. Но при этом это красивый, мощный вид. И хоть зрителей сегодня немного, ценители спорта присутствуют. Кто-то пришел поддержать спортсменов, кто-то болеет за югорчан, а кто-то хочет стать свидетелем новых рекордов. При этом я с уверенностью могу сказать, что все, кто пришли, получили максимум удовольствия, потому что спорт, как правило, это всегда позитивные эмоции. Посмотреть на новые рекорды, я впервые пришел и несколько рекордов сразу увидел. Но иногда видишь, как люди не то чтобы на рекорд идут, а вот с попытки на попытку, когда переходят, видно, человеку тяжело, человек вкладывается очень, ну, на свой, так скажем, результат. Впервые в Хантамасийске проводится чемпионат по тяжелой атлетике России. И уровень высокий, но не хуже, как на чемпионате мира и Европы проводят. То есть очень достойно. Югра Мегаспорт большие молодцы. В дальнейшем, думаю, можно провести какой-нибудь международный старт именно по тяжелой атлетике. Как зритель болеешь за каждого участника, в принципе, и стараешься поддержать его, ну, хотя бы криком держи, там, вставай и так далее. И, в принципе, радует в качестве зрителя условия проведения соревнований, очень комфортные, как для судьи, в принципе, и как для зрителей здесь. Ну, и гостеприимный Хантамасийск, конечно, это даже погода сегодня радует и вчера. И, в общем, зрителям быть интересно и работать интересно на помосте. Но зрителям помост по-другому смотрится, чем даже со стороны спортсменов и со стороны, вот, как судьи. Поэтому, ну, ощущения другие. И там поднимаешь вместе с спортсменом, и здесь сразу вместе с спортсменом стараешься поднять, чтобы все получилось и было без травм. Мне нравится тяжелая атлетика как вид спорта, потому что я знаю, сколько тренируются ребята, что они проходят для того, чтобы вот такие вот огромные веса поднимать. Поэтому это очень красивый, мужественный вид спорта. Видно, что ребята крепкие, то есть, потому что, как бы, без тренировок не обойтись. Нужны сильные сухожилия, то есть, без этого никак. Завершились выступления женщин на чемпионате страны по тяжелой атлетике. Уже подведены итоги командного первенства. Золотая медаль у города Москвы, серебро осталось в Московской области, а бронза поедет в Краснодарский край. Теперь на помост будут подниматься только мужчины. Следующая весовая категория до 89 килограмм. Эти тяжелые атлеты будут толкать штангу весом почти в 200 килограмм. Эмоции просто переполняют, очень рад, что получилось выиграть, установить еще один рекорд России. И, в принципе, заключалась наша цель в том, чтобы выиграть. Поднял не лучше свой результат, конечно, но этого достаточно пока. Дальше мы будем готовиться к чемпионату мира, который пройдет в ноябре. И вот все силы будем направлять туда. Последняя на сегодня весовая категория. 15 заявленных спортсменов, вес которых не превышает 96 килограмм. Максимальный стартовый заявленный вес в упражнении «Рывок» – 160 килограмм. В упражнении «Толчок» – 195. Сейчас здесь развернутся самые серьезные баталии шестого соревновательного дня. Продолжение следует... Георгий Купцов обеспечил себе победу в своей весовой категории. Уже во второй попытке в дисциплине «Толчок» он поднял 200 килограмм. Вам, уважаемый телезритель, я предлагаю посмотреть церемонию награждения, после которой мы обязательно пообщаемся с чемпионом. Третье место с результатом 160 килограммов завоевал Эдуард Чуйков, город Москва. И Белгородская область, поселок Октябрьский. Награждается бронзовой медалью, дипломом Министерства спорта России за третье место. Второе место с результатом 164 килограмма завоевал Тимур Долбышев, Новосибирская область. Награждается серебряной медалью, дипломом Министерства спорта России за второе место. И первое место с результатом 165 килограммов завоевал Георгий Купцов, Кемеровская область. И Ставропольский край награждается золотой медалью, дипломом Министерства спорта России за первое место. Фото на память. Спасибо. Объявляются результаты во втором упражнении толчке. Третье место с результатом 198 килограммов завоевал Эдуард Чуйков, город Москва. И Белгородская область награждается бронзовой медалью, дипломом Министерства спорта России за третье место. Второе место с результатом 198 килограммов завоевал Давид Бибоу, Краснодарский край, город Сочи. Награждается серебряной медалью, дипломом Министерства спорта России за второе место. И первое место с результатом 200 килограммов завоевал Георгий Купцов, Кемеровская область и Ставропольский край. Награждается золотой медалью, дипломом Министерства спорта России за первое место. Фото на память. Спасибо. Объявляются результаты в сумме двоеборья. Третье место с результатом 358 килограммов завоевал Эдуард Чуйков, город Москва и Белгородская область. Награждается бронзовой медалью, дипломом Министерства спорта России за третье место. Второе место с результатом 359 килограммов завоевал Тимур Долбышев, Новосибирская область, город Маслянина. Награждается серебряной медалью, дипломом Министерства спорта России за второе место. И первое место с суммой двоеборья 365 килограммов завоевал Георгий Купцов, Кемеровская область и Ставропольский край. Награждается золотой медалью, дипломом Министерства спорта России за первое место. За подготовку чемпиона России награждается тренер Вадим Карпов. Георгий Купцов также представляет Центральный спортивный клуб армии. Волнение всегда перед соревнованиями присутствует. Волна, чтобы она не перерастала в страх. Борьба была очень плотная, все ребята были хорошо подготовлены. Было приятно выступать, все шли друг за другом. Все хорошо подготовились, молодцы. В рывке вообще там разошлись в килограммы по сумме. Один-два килограмма буквально, все три места. Но в толчке немного побольше уже были разрывы. Два-три-четыре килограмма. 200 я толкнул уже, чтобы занять первое место в толчке. По сумме мне уже никак это не влияло. Я уже был в лидерах. Но чтобы завоевать третью золотую медаль, толкнул 200. Социально значимый проект «Тренер», организованный молодежкой Общероссийского народного фронта, сегодня присутствует здесь, на чемпионате России по тяжелой атлетике. В рамках этого проекта выдающиеся спортсмены «Югры» воспитывают, занимаются, работают и прививают любовь к спорту среди подрастающего поколения. Сегодня сюда пригласил Дмитрий Ярошенко, всем известный биатлонист. А более детально о целях проекта, о его работе, о его задачах нам расскажет Анастасия Потехина. Проект «Тренер», он реализуется по всей России. Это не только про спорт, это также про воспитание патриотическое. Мы также выходим на субботники, на какие-то акции, которые социальной направленности. В нем принимают участие дети из детского дома, которые без родителей, а также дети, состоящие на учете в комнате милиции. У нас есть выдающиеся спортсмены, которые выступают наставниками и, ну так скажем, помогают детям социализироваться и воспитывают их. Мне нравится заниматься боксом, я не знаю почему, но мне очень нравится. Я занимаюсь два года. Я занимаюсь, так как я живу в детском доме, я сперва жила дома и там занималась. И потом начала заниматься в центре помощи детям. Я там начала заниматься и сейчас мне это очень нравится и гимнастику очень нравится. Очередной день завершен. Чемпионат России по тяжелой атлетике в Ханты-Мансийске продолжается. Завтра мы увидим тяжеловесов. Не переключайтесь, оставайтесь на канале Югра, занимайтесь спортом, будьте здоровы. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok